Давайте откроем с вами 58 главу Исаии. Небольшая глава, мы ее всю прочитаем. Если у кого-то есть вдруг Библия, открывайте, если нету, подсадьте две ручки. 58 глава с 1 стиха. Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Израилеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы не постимся? Почему постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Это не тот пост, о котором мы говорим. Мы никого заставлять это делать не будем. Сейчас я немножко подробно это расскажу. Но вот о чем говорит нам Бог. Он говорит следующее. Вот вы поститесь для ссоры, распри, для того, чтобы дерзко рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, который томит человеку душу свою, когда гнет голову свою, как тростник и подстилает под себя рубящие пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? То есть иногда мы видим с вами, что люди в посте, ну это еще Иисус об этом говорил, да, такие вот печальные ходят, я в посте, сжарьтесь надо мной, да, я в посте, я слабенький, я то, я это. Не об этом говорят. Не надо себя изнурять. Это не тот пост изнурения, о котором Бог говорит. Вот о чем говорит Бог, какой должен быть пост. Он говорит, вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Что это значит? Мы должны отказаться от духа лжи. Потому что любая неправда, любая ложь, которая есть в нас внутри, она нас держит. Это наши оковы. Мы все время, знаете, чего боится человек, который лжет постоянно? Что в самый неподходящий момент ложь станет явной. Ему будет очень неприятно. Дальше. Рассвежи еузы ерма и угнетенных отпусти на свободу. Что это значит? Это не обязательно, что у нас есть сейчас рабы, которых мы тут угнетаем, мы должны отпустить их на работу. Нет. Это не та тема, о которой говорит Бог. Угнетенных отпустить на свободу, это тех людей, которые томятся в каком-либо рабстве. Например, в рабстве греха. Например, в рабстве неугодной для них работы. Очень много людей здесь, в Израиле, работают на тех местах, в которых они не должны работать. Они не для этого рождены. Я знаю людей с высшим образованием, которые работают дворниками. Я знаю людей с высшим медицинским образованием, которые работают медбратьями, потому что им не дают подтвердить свое диплом. Но, знаете, есть среди них много довольных людей. И мы должны просто отпустить этих узников на свободу. Это значит, что мы должны перестать быть недовольными и роптать. Мы не должны удерживаться ни за что. Расторгни всякое эрмо. Раздели с голодным хлеб твой из скитающихся бедных, веди в дом. Я не говорю, что вам нужно сейчас выходить на улицу и бомжей везти в дом. Нет. Я не об этом. Я о том, что мы можем проявить свое внимание к людям. Именно в этот момент. Это тот самый пост, когда мы должны обратить внимание, что вокруг нас есть живые люди, с которыми можно пообщаться. Они страждущие. А наш дом, это не тот дом, в котором мы живем. Я напоминаю, наше гражданство небесное. Мы можем ввести этих страждущих в дом. Мы можем помолиться за них. Мы можем этих странников как-то утешить. Это тоже пост. Это то, о чем говорит Бог. Это пост, который Он избрал. Раздели с голодным хлебом твой. Знаете, я вам говорю, что я никогда не подаю нищим. Если подходит ко мне человек и говорит, дай мне денег, я ему говорю, что ты хочешь? Он говорит, хочу есть. Я говорю, пойдем, я тебе куплю поесть. Я никогда не дам ему денег. Почему? Потому что если я ему дам денег, скорее всего, он пойдет купить себе или водку, или наркотиков, а я не хочу быть соучастником его греха. Я знаю, что придет кто-то другой и да, даст ему деньги, но я точно нет. Я лучше покормлю голодного. И это то, о чем говорит Бог. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. То есть, если человек ко мне приходит за помощью, я не могу ему отказать. Если человек, я вижу, что он нуждается, но здесь, по крайней мере, аллегория о том, что будет кто-то на бой, его нужно, конечно, голые люди на улице не ходят. Но есть люди, которые нуждаются в одежде. А у нас ее там полный гардероб. Ему можно просто взять и раздать другим людям, которые нуждаются, действительно. Дальше написано. Тогда откроется, как заря свет твой. И исцеление твое скоро возрастет. И правда твое придет перед тобою. И слава Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Но запьешь, и Он скажет. Вот я. Когда ты ударишь из среды свое ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. И отдашь голодному душу твою. И напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и удушнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водою сад, как источник, воды которого не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Кстати, если каждого из нас так будут называть здесь, в этом городе. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святой день мой, ты будешь называть субботу отрадою, святым днем Господнем, чувственным и почитающего тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Якова, Отца твоего. Уста Господня изрекли это. То есть, вот пост, который Бог избрал. Здесь нигде не говорится о том, что мы должны голодать. Я даже больше того скажу, я хочу призвать вас, чтобы вы использовали эту главу, эту инструкцию, как поститься. Вникать в это, просто изучать, читайте ее каждый день. Господь даст вам откровение о том, что нужно делать в эти дни. Я знаю, что здесь есть люди, которым нельзя поститься даже один день, по медицинским показаниям, например, мне. Да, есть люди, у которых есть повышенный сахар, им тоже нельзя поститься. Но ведь вот Господь избрал какой пост. Можно этот пост взять. Три дня достаточно посвятить этому посту, для того, чтобы вызвать к Богу и ему скажут, вот я. И представьте себе, что мы такие три дня, раз в месяц, три дня постимся вместе, а потом проводим молитвенное служение за нужды, которые нам же откроются в посте. За людей, за наши семьи, за наше призвание. Представляете, какая это будет молитва? Какой она будет иметь силу? И эта молитва будет отвечена. Я хочу, чтобы мы с этого месяца начали эти посты проводить совместно. Это должен быть общий церковный пост. Это должен быть общий церковный пост, когда мы все в согласии приходим и молимся. И принося подобную жертву, мы сможем прийти в согласие, во-первых. Мы сможем прийти к престолу благодати с дерзновением, как написано. Потому что мы исполнили волю Божью. Потому что Писание говорит, что терпение нужно нам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Мы не можем требовать от Бога получения обещанного, если мы не исполняем его волю. Итак, раз в месяц давайте будем это делать. И я призываю вас к этому.